В эфире новости Анапа. Регион. Студия Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Флаг побывал на Международной космической станции. Мы его отправили в космос. Молодые профессионалы в Анапу накануне старта регионального этапа доставили флаг чемпионата мира WorldSkills. Нужно быть большим ученым, крупным, знать массу законов. Отмечаем День заповедников и национальных парков. Утриш раскрывает свои тайны. От чистого истока. Анапчане сняли лучший любительский мобильный видеофильм. В этом году работы будет еще больше, пообещал глава Анапы во время проведения первого в этом году планерного совещания. Юрий Поляков потребовал от всех служб усилить контроль за сроками и качеством исполнения поручений. А их только сегодня было дано немало. Подробнее в нашем материале. Традиционно в центре внимания строительство детских садов и школ. Еще в прошлом году Юрий Поляков поставил задачу ускорить процесс возведения социальных объектов. Работа в этом направлении продолжается. По строительству дошкольной общеобразовательной организации в хуторе Воскресенском выполнена заливка фундамента под бетонки, выполняется монтаж ФБС и заливка колонн. Проектная документация по строительству школы улицы спортивной инженерной инструктуры хутора Бужор в станице Гастагайской находится на рассмотрении государственной экспертизы. На сегодняшний день устранение замечаний по результатам работы этой экспертизы. Резкой критики подверг глава курорта качество и уровень телефонной связи и интернета в городе. Жалобы регулярно поступают от жителей муниципалитета. В этот раз Юрий Поляков был категоричен. Вызывает вообще беспокойство, что нет связи в городе, обрывается связь, не берет, не работает, интернета нету. Ну кто этим заниматься будет в конце концов? На пляжах нужен Wi-Fi. Я сказал, на всех пляжах. Я в прошлом году эту задачу ставил. Сделали? Не сделали. Следующее поручение также касается комфортного пребывания жителей и гостей Анапы на курортной территории. Необходим постоянный контроль за уборкой мусора с пляжей, в том числе и в зимний период. За прошедшую неделю силами МУПАКУ выполнены следующие работы. Расчищено и углублено пропуску возборного паводка русла речки Анапы. Организована уборка бытового крупногабаритного мусора с пляжной территории Большой Утриш. Уборка и вывоз поваленных деревьев на Пионерском проспекте, а также выброженных на берег деревьев и веток, вывезено 50 тонн. Не за горами новый курортный сезон. В числе главных задач для всех служб Юрий Поляков обозначил работы по улучшению внешнего облика города. В частности, мэр потребовал активизировать работу с санаториями и здравницами по установке световых коробов с наименованиями курортных объектов на Пионерском проспекте. Управлению архитектуры и градостроительства было поручено привести остановочные павильоны к единообразию, причем с учетом климатических особенностей города. Это ветер, это дождь, это наши люди, которые будут стоять на этих остановках. Ну как ее можно сделать, вот такую остановку, где продуваемая, промокаемая, замерзаемая? Ну как? Ну как? Вот как вы делаете? Кроме того, глава потребовал от управления по санаторно-курортному комплексу и туризму отнестись с особой ответственностью к поручению, выданному еще прошлым летом, оборудовать пляжные территории современными туалетами. По информации начальника управления Олеси Лешенко, в настоящее время совместно с МУП «Водоканал» составлена схема для размещения 22 санузлов. Глава же потребовал установки не менее 100 туалетных кабинок, чтобы охватить большую территорию анапских пляжей. Руслан Душевский, Анапа-регион. Четвертый региональный чемпионат молодые профессионалы стартует завтра в нашем городе. Масштаб мероприятия впечатляет. Более полутысячи конкурсантов со всего края. Соревноваться они будут в 73 компетенциях. Лучше представит Кубань на национальном чемпионате, который пройдет в мае этого года в Казани. А сегодня в Анапу доставили флаг мирового чемпионата WorldSkills. Кубань перенимает эстафету. Он уже побывал в 20 странах мира. Был даже специальный этап. Флаг 3 месяца находился на космической станции. Встречала символ чемпионата вместе с волонтерами и наша съемочная группа. Александр на время пребывания флага на Кубанской земле станет его хранителем. Среди множества кандидатов большинством голосов выбрали именно его. Студент монтажного техникума стал победителем прошлогоднего чемпионата России. К этому с детства тянуло. Именно к работе руками, работе с чертежами, каким-то расчетом. Это у меня получалось и мне это нравилось. Кубань принимает эстафету флага мирового чемпионата. На церемонии закрытия в Абу-Даби в прошлом году его торжественно передали российской сборной. После этого флаг отправился в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Там же и был дан старт эстафете. Далее флаг побывал на Международной космической станции. Мы его отправили в космос. После космоса, как он прибыл в марте месяце, стартовал международный этап эстафеты флага в Испании. После этого он посетил 19 стран. И сейчас начался российский этап с Южно-Сахалинска. До вас мы посетили уже 11 городов. Получается 11 субъектов Российской Федерации. И вот Краснодарский край это 12-й субъект Российской Федерации, где побывал флаг. Этому флагу еще предстоит побывать в 12 регионах. Лидерах движения WorldSkills в России. Уже завтра он откроет региональный этап в Анапе. В наш город приедет почти 500 участников. Представители совершенно разных профессий. Строители и токари, дизайнеры и флористы, педагоги и специалисты IT-технологий. Конкурсные испытания пройдут в 73 компетенциях. Для нас это уже четвертый чемпионат региональный, победители которого примут участие в дальнейшем во всероссийских отборочных соревнованиях на право представлять Краснодарский край на национальном первенстве по рабочим профессиям. Это очень серьезное, значимое мероприятие для всей Российской Федерации, но, наверное, для всего мира. Это достаточно серьезное движение и не просто соревновательные технологии, а прежде всего серьезная система подготовки кадров, когда каждый из участников, конкурсантов имеет возможность показать уровень своего мастерства, уровень своей подготовки, ну и своего рода стимул. Мы надеемся достойно представить и муниципалитет, и Краснодарский край, и пройдут в финал, и дальше, наверное, все-таки надеемся их увидеть среди фамилий победителей всемирного первенства WorldSkills в Казани. Лидеры регионального этапа будут представлять Кубань в мае на национальном чемпионате. Его победители будут защищать честь страны на мировом первенстве WorldSkills, которое придет в августе в Казани. Сергей Корабельников Михаил Григорьев, Анапа-регион. День заповедников и национальных парков. Отмечать эту дату стали не так давно, в 97-м году. И день этот был выбран не случайно. В 1916 году в Бурятии был создан первый в Российской империи государственный заповедник, получивший название Баргузинский. И это во время Первой мировой войны. Казалось бы, не до сохранения природных богатств. А потом случилась революция, но свой статус территория не потеряла. Дианапа – это не просто день в календаре. Заповедник Утриш – одна из жемчужин не только нашего города, всей страны. Здесь растет 400 видов краснокнижных растений. Отчего стоит можжевелого фисташкового редколесия? Возраст некоторых экземпляров, вдумайтесь, превышает 500 лет. Подробнее в нашем материале. Всероссийский день заповедников и национальных парков. Эту дату стали отмечать с 1997 года. Всего в нашей стране работает 110 природных заповедников и 56 национальных парков. Утриш входит в тройку лидеров по многообразию видов растений, 400 из которых занесены в Красную книгу. Это одно из немногих мест в России, где произрастает можжевелого фисташкового редколесия. Утриш является уникальным ключевым местом обитания средиземноморской черепахи Никольского. Здесь живет крупная популяция присмыкающихся численностью до 6000 особей. Эволюция подарила им надежную защиту – костный панцирь. Сверху он покрыт плотными роговыми пластинами. После виртуального путешествия по заповеднику гости праздника познакомились с уникальной выставкой гербария. Подобная коллекция редко тем, что эти краснокнижные растения были оформлены в момент светения. При тщательном уходе и правильных условиях хранения такие экспонаты могут сохранять свой первозданный вид более 300 лет. Необыкновенная сложность изготовления, потому что, чтобы сохранить принесенное из леса растение, это нужно быть большим ученым, крупным, знать массу законов, по которым можно этот гербарий сохранить. И вот чтобы он был, смотреть можно на него было приятно, чтобы он передавал именно все части растения – это и плоды, и в данном случае, допустим, хвоинки разного вида. В минувшем году заповедник Утриш принимал участие в разнообразных всероссийских конкурсах и проектах. В конкурсе плакатов «Мир заповедной природы» участвовало почти 700 работ с 75 заповедников страны. Первое место заняла воспитанница Центра детского творчества – анапчанка Арина Колесниченко. Рисовала я свою картину несколько дней. Я выбрала черепаху Никольского, потому что она символ заповедника Утриш. Также были подведены итоги конкурса проекта «Письма животным». Здесь лауреатами стали Иван Юдин и Дарина Бурдина. В завершение праздника все желающие смогли познакомиться с интерактивной фотовыставкой, на которой были представлены краснокнижные представители флоры и фауны заповедника Утриш. Руслан Душевский, Анапа-регион. Ролик жителей Анапы победил на Всероссийском фестивале «От чистого истока». Прошлым летом они с друзьями отправились в Крым и сняли путешествие на телефон. Затем смонтировали на память минифильм. О знакомых узнали о конкурсе любительских видеороликов. Решили принять участие. Ролик стал победителем в номинации «Лучший любительский мобильный видеофильм. Природа, туризм, путешествие». Фестиваль «Чистого истока» проводит уже 13 лет при поддержке Министерства культуры России. Все выпуски новостей вы сможете найти на нашем сайте. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова